Подробнее поездку президента на освобожденные территории обсудим с полковником запаса Расимом Мухтаровым. Здравствуйте. Итак, президент Ильхам Алиев посетил новую воинскую часть в Гадруте. Вот какая работа проводится сегодня в стране по укреплению военной мощи? Ну вот вы видите, новую воинскую часть открыли. Причем не просто какую-то бригаду, а спецназ. Вопрос в том, что это Карабахская война, вторая, она показала большую эффективность таких подразделений, которым не нужны танки, артиллерия. Они легкие, вооруженные, но высокопрофессионально обученные. И дело в том, что если до начала этой войны у нас линия фронта проходила в основном по местности более равнины, ведь Физули, Бейлаган, Агдам, Тартарь, тогда противник был на высотах, а мы были на равнине. А теперь мы в горы поднялись. И главное, почему именно в Гадрут? Гадрут, он, можно сказать, самый большой населенный пункт именно в той местности, где горы. Там дело в том, что за Гадрутом горы, которые являются естественным барьером между Арменией и Азербайджаном. И расположение там наших воинских частей, оно стратегически имеет важное значение, потому что оттуда и к Шуши близко, и к Джабраэлу, и к Физулям, и к Лачину. То есть они быстро могут сманеврировать и выполнить задачу в кратчайшие сроки. Потому что мотоцелковая бригада, она все-таки тяжелая для маневра, для разворачивания. А вот видите, уже и казармы построили, и лиси состав набрали. Это первая, как говорится, ласточка. Потому что у нас, я думаю, что это не последняя такая будет воинская часть. Скорее всего, еще будут. Потому что в горах нужно вести малыми силами на определенных направлениях. Там, где танк не пройдет, там, где БМП не пройдет, там, где пушку не затянешь, габбит в гору не затянешь. Но такие подразделения решат. Пример взятия Шуши, это вот показалось, что необходимость в таких подразделениях и даже в воинских частях очень необходима. Да, освобождение Шуши вошло в военную историю. И вот в ходе своего выступления президент также отметил обеспечение военнослужащих квартирами, другим благоустройством. Вот какое внимание в Азербайджане уделяется военным? Вы понимаете, в чем дело. Вот позавчера был подписан указ о повышении окладов военнослужащим. И не только всем силовой структурам, в том числе и армии. Армию на день раньше объявили. Второе, то, что вот если объявили, что 130 квартир буквально на днях будут выданы, ну, первое, конечно, офицерам, потом сверхсрочникам, прапорщикам. Дело в том, что армия – это тот необходимый инструмент государства, без которого не обойдешься. Поэтому высококвалифицированные военные нам всегда нужны. Тем более, две войны показали. Вот первую войну у нас армии практически не было. Набрали людей прямо с улицы, которые не имеют ни военнообразования, ни опыта. А вот вторая война, мы подготовились. У нас и кадровые офицеры были укомплектованы, и вооружение, техника, все. И поэтому это нужно наращивать в каком плане? Ведь мы еще до конца вопрос в каком не решили. Армяне хоть и объявляют о том, что они готовы подписать договор, но пока его это нет. И чего ждать от них еще тоже нет. Потому что они всегда обманывали. А армия, как говорится, наш борьбов должен быть всегда на запасном пути. Причем не довольствоваться тем, что мы уже достигли, а наращивать. И президент, это как верховный главнокомандующий, видите, он даже свой день рождения поехал в Шуши исправил и открыл нам воинскую часть уже в Гадруль. Там недалеко, от Шуши до Гадруль это недалеко. Это означает особое внимание верховного главнокомандующего к вооруженным силам. Да, вот вы уже частично ответили на мой последний вопрос. Почему так важно укреплять азербайджанскую армию сегодня, когда мы, казалось бы, уже доказали всему миру свою военную мощь, не только Армению, но весь мир увидел то, какая оснащенная азербайджанская армия и сильная? Ну, на достигнутом нельзя останавливаться. Потому что время идет, что-то, которое вчера было новое, сегодня уже старое. Методы приема вооруженного противоборства, они каждый год совершенствуются. И кто отстает от этого, он всегда проигрыш оказывается. А мы будем всегда впереди, как говорится, планеты всей. Будем надеяться и уверены в этом даже. Большое вам спасибо. Я напомню об укреплении военной мощи Азербайджана. Мы говорили с полковником запаса Расимом Мухтаром.